Как ярко светит после бури солнце, я знаю, да умей, красавчик! В победе своего воспитанника педагог Ирина Якушева не сомневалась. На проект «Голос» Арсений мечтал попасть к Леониду Агутину, но и то, что его выбрала Пелагея, стало приятным сюрпризом, который, впрочем, взволнованный учитель Арсения, пропустила. Когда мы стояли в комнате ожидания, в комнате поддержки, у меня на тот момент было одно желание, чтобы он спел хорошо. То есть других мыслей у меня на тот момент не возникло. И, конечно, когда повернулся Пелагея, то есть конкретно этот момент я пропустила. Потому что я очень внимательно следила за ребенком. Я только услышала уже практически аплодисменты, фанфары. Тогда я только среагировала. А до этого выбора было много других, незаметных для телезрителей, но оттого не менее волнительных. Заявки на участие в проекте прислали около 10 тысяч ребят. 600 из них пригласили в Москву на прослушивание. Ребята пели акапельно перед большим жюри, в котором сплошь профессора. И только потом случилось слепое прослушивание, которое свело Арсения с Пелагеей. Она, во-первых, добрая очень, красивая, она очень веселая, с ней никогда не бывает скучно. И она хорошая. Впереди у Сени много работы и много отборочных туров. Сейчас он готовит сложную песню, которую ему дала Пелагея, на английском языке. Нацелен на победу, но на вокале свет клином для мальчика не сошелся. Говорит, уже наметил на будущее запасной вариант. Если у меня не получится стать певцом, то я стану криминалистом. Мне нравится отпечатки смотреть и искать преступника. В финале проекта должны остаться 45 ребят. Их ждут годовые гастроли по России с наставниками. А самых работоспособных – сотрудничество с продюсерами. Виктория Шарая, Константин Головин, События.